Крупнейший в городском округе гипермаркет «Глобус» меняет стереотипы и пускает в свои торговые залы покупателей с собаками. Мы с представителями корки отряда спасателей проверим, как ведут себя собаки в торговых помещениях. Единых правил, запрещающих нахождение питомца в общественном месте, в Московской области нет. Однако существуют общепринятые нормы поведения, соблюдение которых наилучшим образом расположит к вам окружающих. Обращаем ваше внимание, что собакам бойцовских пород ход в магазин по понятным причинам запрещен. Как таковых рекомендаций нет, есть некие просьбы. Собака должна находиться либо на поводке рядом с хозяином, либо в переноске. Рост ее не должен превышать 35 сантиметров. Соответственно, каждому такому покупателю мы очень сильно будем рады. А как рада наша Маруся Леонидовна, старшая в Щелковском корге отряде спасателей. Ей предстоит путешествие по лабиринтам торговых рядов. Привет! Привет! Чтобы пушистый друг не отвлекал вас от покупок, тренируйте его выдержку. Если собака вдруг заскулила, начала суетиться, прервитесь и уделите внимание питомцу. Помогут ласка и негромкий разговор. И, конечно, угощение любимым лакомством. У Маруси Леонидовны с выдержкой все в порядке. Однако перед вкусняшками едва могут устоять даже самые стойкие из четвероногих. Хорошо, да. Выдержка коргия вознаграждается баночкой рубленого мяса, который питомец попробует дома. Беспокойство в поведении собаки вызывает и другие резкие запахи. Не задерживайтесь у торговых стеллажей. Перед посещением магазина не будет лишним хорошо погулять с питомцем, чтобы избежать конфузных ситуаций. Устали ходить? Присядьте. Животные смогут присесть на скамейку рядом с вами с разрешением сотрудников администрации. Это еще одна рекомендация. Маруси Леонидовне вполне комфортно прилечь и на полу. Это не Маруся? Маруся. Маруся. Я подписываю. Оказывается, шоппинг с четвероногим питомцем – удовольствие в квадрате. И собаке развлечения, и хозяину спокойно, когда не с кем оставить пушистого друга. В Щелковском гипермаркете «Глобус» таким покупателям рады. И в этом мы убедились сами. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Александр Оржевский. Щелковское телевидение.